Предновогодняя суета Возможно, это длительное хранение к новогоднему столу, чтобы потом непосредственно перед Новым годом снять какую-то часть беготни. Подарки тоже мы можем закупить заранее, когда в магазинах еще не так много народу и больше выбор, не нет такого ажиотажа. Заранее, если все продумать, расписать по дням, то к этому дню можно уменьшить ту нагрузку, которая все равно будет в эти предпраздничные дни. Также в преддверии Нового года многие женщины начинают стремительно худеть, что приводит к стрессу, а в итоге к нарушению сна. Перед Новым годом, неделю или несколько последних дней, женщины голодают, совсем ничего не едят, либо уменьшают количество пищи, на овощи какие-то переходят, на легкое что-то. Потом в новогоднюю ночь на организм огромная нагрузка, и салаты, и жирные, и жареные, и все это одновременно, и все это ночью. Поэтому тут стресс для организма, стресс для печени, то есть ничего хорошего из этого не будет. Каждому человеку необходим качественный, полноценный и достаточный сон. Диагностикой и лечением нарушений сна занимается врач-сомнолог. Восстановить нормальный сон и разобраться в причинах его нарушений помогает в лаборатории сна университетской клиники Казанского федерального университета. Подробности можно узнать по телефону 233 30 22. Лилия Талипова, Леонид Валитьяров, Универньюс.